Слава Тебе, Божий наш! Слава, слава Тебе! Добрый день! Сегодня церковь на литургии читает историю из Евангелия от Матфея об исцелении двух слепцов, об исцелении немого бесноватого и о реакции фарисеев на это событие. Давайте почитаем. Это глава 9, с 27 по 34 стих. В Евангелии написано, когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, помилуй нас, Иисус, сын Давида. Значит, перед вот этим эпизодом со слепыми Христос вернул к жизни девочку, дочь Иаира, начальника синагоги. То есть действие происходит в Капернауме. Христос избегал огласки, он сказал, что девочка спит, но в реальности она была мертва, и он вернул ей жизнь. Это чудо, которое Христос открыл только перед избранными учениками и запретил родителям кому-либо говорить о том, что произошло. И вот когда Иисус возвращался после этого события, он оттуда шел в свой дом. За ним шли двое слепых, и они кричали, помилуй нас, Иисус, сын Давидов. Дальше вот описано вот это исцеление, очень интересно. Когда же пришел он в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус, веруете ли вы, что я могу это сделать? Они говорят ему, ей Господи, то есть да. И тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их, и Христос строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал. То есть, эти два слепых идут за Иисусом и кричат, Иисус, сын Давидов, помилуй нас, помоги нам. И Христос совершает это исцеление не на улице, не прилюдно. А он поначалу игнорирует их требования, потому что он идет по улице, он никак не отзывается на эти их крики. И он приходит домой. И после этого они идут за ним, и они находят его дом. И уже в доме, когда они приходят, происходит вот этот диалог. И Христос им говорит, веруете ли вы, что я могу это сделать? Они говорят, да. И тогда он их исцеляет. Когда они прозревают, он им запрещает говорить об этом эпизоде. Такая вот странная, удивительная конспирация, которую мы видим в этом эпизоде. При том, что Христос совершал чудеса свои явно. И было множество примеров, когда он совершал чудеса, и этому было множество свидетелей. Почему же тогда Господь игнорировал их призывы и исцеляет их только в доме? Вероятно, это было связано с тем, что эти слепые, они не просто просят его исцелить, а они кричат «Иисус, сын Давидов». «Сын Давидов» — это мессианский титул. То есть, по сути, они провозглашают его царем Израиля. Они провозглашают его мессией. Но, как неоднократно подчеркивается в наших Евангелиях, Христос всегда избегал вот этого именования себя царем. Вот когда бесы говорили, мы знаем, что ты царь, или люди пытались его объявить царем, он запрещал, и он категорически избегал этих вещей, потому что... Ну, почему? Он был мессия, конечно, но, так сказать, очевидно, народ, люди, они думали, что мессия — это политическая фигура. Ну, они имели на это основание. В древних пророчествах действительно там речь о политике, большей частью. Но не только о политике. И вот это вот не только, так сказать, вот эту какую-то высшую природу мессии как раз в массовое народное сознание не вмещало. И люди ждали политического лидера, который их от римлян освободит. И поэтому Христос избегал подобных именований, потому что это могло повлечь большие политические последствия. И это в его цели не входило. И вот здесь мы видим ситуацию. Вот эти два слепца, они кричат, что «Сын Давидов, помилуй нас!». И здесь вот мы видим, что Христос никак не откликается на их призывы. Потому что если бы он откликнулся, то это бы означало, что он принял то, что они его, так сказать, назвали «Сын Давидов», это могло бы иметь следствие. Но при этом он испытывает их веру. Потому что они идут, и он не отвечает на их призыв. Но дальше они находят его дом. И тогда он у них спрашивает, вот теперь вы верите или нет, что я? То есть они проходят через некое испытание веры. Человек слепой, инвалид, он мог бы сто раз махнуть рукой и сказать, значит, не Мессия, значит, не Мессия, раз не слышит меня. Вот здесь они проявляют некое упорство, некую исключительную веру. И они говорят, да, мы верим, что ты Мессия, значит, ты можешь это сделать. И тогда Христос, коснувшись их глаз, вот они прозревают. В чем же состоит смысл этого эпизода? Конечно, так сказать, этот эпизод, здесь очень важна тема веры, испытания веры. И в этом эпизоде этот эпизод снова представляет собой некий урок для учеников. Этот рассказ, по сути, он венчает, он завершает целую серию чудес, в которых Христос раскрывает перед учениками свою высшую природу. Это чудеса из 8-9 главы Матфея. И в этих чудесах вот Христос показывает ученикам своим, что он не просто политический какой-то лидер, он выше пророка. А он вот и есть некая таинственная фигура. Тот, для которого нет имени в их, нет названия в их религиозной культуре. Потому что он выше книжника, выше пророка, выше учителя. Он наделен высшей какой-то божественной властью. Он сын Божий. И если они доверятся Ему, то все невозможное станет возможным. Именно вера дает, раскрывает, вот это делает возможным чудо, невозможное. И здесь это чудо со слепцами, оно как бы подводит итог этому обучению. Потому что Христос как бы говорит ученикам, посмотрите, вот эти слепцы, они слепы. Но они оказались более прозорливы, чем книжники, чем фарисеи. И они увидели в нем, что он мессия. И они явно понимают это мессианство, не политически. То есть они, слепцы, оказались более зрячими, чем здоровые. И они последовали за Иисусом, проявив веру. И они прозрели. И, конечно, это урок для учеников, что последуйте за мной, услышьте меня, послушайте то, что я говорю вам. И тогда вы также прозреете. И дальше происходит следующее. Стих 32. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. Но фарисеи говорили, он изгоняет бесов силой князя Бесовского. Вот как. Здесь показана реакция, разделение. То есть народ смотрит на Иисуса. Люди не знают, кто он такой, как к этому относиться. И вот здесь некий маятник симпатий со стороны общественного мнения, он качнулся в пользу Иисуса. И у них это вызвало негативную реакцию. Потому что они увидели в его чудесах выход за рамки закона. И тогда эти люди, праведники, для того, чтобы, так сказать, оградить народ от влияния Иисуса Христа, они объявили его колдуном. Они обвинили его в колдовстве. То есть они не отрицали его чудес, но они сказали, что эти чудеса он совершает путем колдовства. Силы князя Бесовского. Вот такое удивительное чтение сегодня мы слышим на литургии, потому что оно говорит о том, что в своих чудесах Господь обращается ко всем. И все их видят, чудеса Божьи. И верующие, и неверующие, и грешные, и праведные. Все видят на самом деле одно и то же. Но насколько разная бывает реакция со стороны людей. Потому что одни отвечают на это верой, а другие отвечают на это противлением. Открытым противлением истины, когда они на белое говорят черное. Со стороны этих самых фарисеев. Вот такой удивительный парадокс, который мы встречаем в Евангелии, и который мы встречаем в жизни нашей. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok